Уважаемые студенты третьего курса, мы начинаем изучение новой дисциплины под названием Современная история стран Европы и Америки. Современная это значит новейшая, это последний период всемирной истории, который продолжается каждый день. Собственно говоря, завтра, сегодняшний день уже станет частью вот этой самой современной или новейшей истории. Это большой предмет, пятикредитный, и на его изучение нам дается 15 лекций и 30 семинарских занятий. Курс поделен на 4 блока или модуля. Первый называется создание Версальского и Вашингтонского системы международных отношений и общие тенденции развития западных стран в 1918-1939 годы. Второй модуль будет посвящен странам Европы и Америки между двумя мировыми войнами. Третий модуль международным отношениям 30-х годов и Второй мировой войне. И четвертый модуль странам Европы и Америки после Второй мировой войны и до наших дней. Для начала поговорим о том, что такое современная история Европы и Америки, о структуре курса, о целях и задачах курса и первая лекция по курсу, которая будет посвящена в основном итогам Первой мировой войны. Вот такова цель нашей сегодняшней лекции и поговорим о хронологии и периодизации новейшей истории. Мы изучали с вами новую историю в прошлом году и там были дискуссии по поводу начала новой истории хронологии и завершения. Вот завершение новой истории, начало новейшей, это и есть очень такой интересный момент, по которому мнения различных исторических школ расходятся. Некоторые считают, что марксисты считают, что октябрь скрывается 17-го года важнейшее событие в новейшей истории, а и оно именно открывает этот период всемирной истории. Некоторые западные школы считают, что Первая мировая война это важнейшее событие и только расходятся во мнениях. То есть либо 14-й год начала Первой мировой, либо 18-й год окончания Первой мировой войны является началом новейшей истории. Большинство современных западных учебников так делят хронологически новейшей истории, это рубеж 19-го, 20-го веков. То есть переход от капитализма к империализму, совершенно новые реалии, новая обстановка в мире и затем уже как следствие того, что происходило на рубеже веков, Первая мировая война и ее последствия. Но мы занимаемся по нашей типовой программе, по которой новейшая история начинается сразу по завершении Первой мировой войны, то есть в конце 1918-го года. Итак, 1918-й год, только что завершилась огромная, тяжелая, кровопролитная Первая мировая война. Итоги этой войны были, конечно же, глобальными, геополитическими. Рухнули почти все империи. Сохранилась только британская, рухнула российская, германская, австро-венгерская империя. Появилось много новых государств, изменились границы, выросла мощь одних стран, резко упала мощь других. Мы об этом будем говорить более подробно, в том числе на семинарах. Страны мира понесли огромные людские потери, материальные потери. Ну, хотя бы, так сказать, несколько штрихов, так сказать, к этому вопросу. В армии воюющих стран за годы Первой мировой войны было призвано 74 миллиона человек. Это огромная цифра. И при этом примерно каждый седьмой погиб, около 10 миллионов человек погибло при этом. И еще столько же примерно остались ранеными, инвалидами или были отравлены газами в этой войне, которую Первой мировой стали называть гораздо позднее, а сразу после войны ее просто называли The Great War, Великая война. Действительно, самая масштабная. В нее было вовлечено три четверти стран, которые тогда существовали в мире. Потери были не только на поле боя, еще порядка 10 миллионов человек погибли в тылу от бомбардировок, от голода, от болезней, от эпидемий. Да и сразу после завершения войны по миру прокатилось три волны эпидемии, пандемии. Сейчас нам очень знакомо это слово, очень актуально. Так называемого испанского гриппа или испанки. Так вот, от испанки сразу же после Первой мировой войны умерло порядка 13 миллионов человек. И вот эти огромные материальные, людские потери, они привели к резкому снижению уровня жизни. Вообще очень многое изменилось после Первой мировой войны. Были выжжены поля, экологический ущерб был колоссальный, разрушена инфраструктура, дороги, фабрики, мосты, города целые были снесены. И действительно, страны, даже победившие в этой войне, понесли колоссальные потери, потеряли четверть, треть национального богатства. Более-менее выиграли от этой войны только две страны. Это Соединенные Штаты Америки, которые примерно на 40% увеличили свое национальное богатство. И кроме того, из страны должника стали страной-кредитором. То есть до войны они были должны странам, в основном европейским. После войны уже сами стали кредиторами. Об этом тоже поговорим на семинарском занятии отдельно. Япония тоже на 25% увеличила свое национальное богатство. Она тоже больше выиграла, наверное, чем потеряла, учитывая территориальные превращения и сферу влияния, которую она получила на Дальнем Востоке. Что касается хронологии войны, хронологии, простите, новейшей истории мы говорили, оперидизация очень простая. Это до Второй мировой войны и после. То есть Вторая мировая война делит новейшую историю на две неравные части. И тем не менее, все, что было до Второй мировой войны, это одна часть, первая часть новейшей истории, и все, что было после, это вторая часть. Что касается структуры курса четыре модуля. Первый это введение в предмет, хронология периодизации, итоги Первой мировой войны создания Версальско-Вашингтонской системы и общие тенденции развития западных стран. Об общих тенденциях мы уже начали говорить, распались империи. Османская империя тоже рухнула, я сказал, от трех. Четвертая из пяти мировых империй тоже рухнула. Огромные жертвы, что-то по разным оценкам от 17,5 до 21,5 миллиона человек. Голод, эпидемии, масса отравленных, поскольку в Первой мировой войне применялись отравляющие вещества. Ну, действительно очень многое изменилось и от завершения войны ждали очень многого и от того, каким будет послевоенное устройство мира. То, что от войны выиграли Соединенные Штаты, это чувствовалось уже даже в конце войны. Именно Вудро Вильсон, президент США, стал инициатором послевоенное устройство мира, так называемая программа 14 пунктов Вильсона. И он же стал инициатором создания Лиги Наций, даже придумал этот термин. Но когда собралась мирная конференция после завершения Первой мировой войны, напомню, что Компьенское перемирие было заключено 11 ноября 1918 года. И уже очень быстро, 18 января 1919 года, в Париже открылась мирная конференция, на которой Тон задавала так называемая «большая тройка». Это президент США Вильсон, это премьер Англии Лой Джордж и премьер-министр Франции Жордж Клемансо. Советская Россия не была приглашена на эту конференцию, так же, как и страны, которые были на германской стороне. В Германии подписали Версальский мирный договор, это произошло летом 28 июня 1919 года, ровно в пятую годовщину события, которая стала поводом к Первой мировой войне. Это пятая годовщина убийства Сараева, наследника австрийского престола Франца Фердинанда. По этому договору, который долго согласовывался, Германия долго его не принимала, потому что там заявлялось, что Германия единственная несет ответственность за развязывание войны. Они справедливо считали, что это не совсем так. Численность германской армии сокращалась до 100 тысяч человек, причем офицеров могло быть только 5 тысяч, не больше. И Германия теряла Эльзас, Лотарингию, еще некоторые территории, также Саарский угольный бассейн отходил к подправлению Лиги Наций, были признаны незамисимыми в Чехословакии, Польше, Польша получила город Данцик, ныне Гуданск. И еще одно важное событие в ходе этой конференции 26 апреля 2019 года, был принят устав Лиги Наций, то есть была одна крупная международная организация, прообраз организации объединенных наций, об этом тоже подробнее поговорим на семинаре. И союзниками Германии с Болгарией, Турцией, Австрией были подписаны договоры Сен-Жермянский, Нийский, Трианонский, Северский. И вот они все вместе составили систему мирных договоров, известную под званием Версальской. Несколько позже прошла и еще одна конференция, это Вашингтонская конференция, которая открылась 12 ноября 2021 года и завершилась 6 февраля 2022 года. Это тоже было обсуждение послевоенных проблем, раздела сферы влияния, но уже на Дальнем Востоке. Там главные участники были все-таки Япония, Китай, Китайский вопрос и так далее. И там активно обсуждалось сокращение вооружений, новые параметры, пропорции тоннажа военно-морского флота разных стран и так далее. В общем, очень много разных проблем. Что касается Парижской мирной конференции, отдельным вопросом еще рассматривались бывшие колонии. У Германии было много колоний до Первой мировой войны, у ее союзников были колонии. И на конференции была одна так называемая мандатная система, на которой отдельным государствам Англии, Франции в первую очередь, представлялись мандаты на управление территориями, которые ранее принадлежали Германии или Османской империи. Надо сказать, что это не понравилось Соединенным Штатам Америки и вообще весь вход конференции, то, что западные европейские дипломаты переиграли молодых американских, это однозначно. И США в результате не ратифицировали Версальский мирный договор и не вошли в Лигу наций. Правда, вот затем, как я уже говорил, провели Вашингтонскую конференцию, где решили очень важные вопросы, связанные с Дальним Востоком. Ну и 20-е годы продолжились очень важными международными событиями. Это Генуэзская конференция, это Советско-Германский договор пропало, это Франко-Бельгийская оккупация Рура, это принятие репортационного плана Даоса, Лакарнская конференция с Рийским гарантийным фактом. Но об этом подробнее уже тоже на соответствующих семинарских занятиях. Нам же с вами осталось только сказать, что карта мира изменилась очень сильно. Европа в первую очередь, появились новые государства, Польша, Чехословакия, Прибалтийские страны, Югославия. Очень большие потери понесла Франция. Вспомним главные сражения Первой мировой войны, названия их, да, битва на реке Марния, битва на реке Сомми, Ипор, Верденская мясорубка. Это все французские названия, да, и Франция очень-очень большие потери понесла. Поэтому она больше всего была заинтересована во взыскании из Германии как можно большей суммы репараций. Кстати, огромные потери понесла торговля мировая в годы Первой мировой войны. Что-то порядка 6 тысяч торговых судов было потоплено только за годы этой войны. И, естественно, очень упал товарооборот между странами и золотой стандартом и так далее. В общем-то у нас остается совсем немножко времени. Я скажу, что литература по курсу обширна. Это учебники Александрова, Ланцова-Ачкасова, Сидорова-Клейменова. И несколько слов о вопросах для закрепления. Первый, каковы территориальные и геополитические итоги Первой мировой войны? Второй, когда открылась Парижская мирная конференция? Третий, кто был инициатором по развлечению Лиги наций? Какое событие произошло 28 июня 1919 года? И каковы людские потери в Первой мировой войне? Благодарю за внимание.